Да? А я думал, ты просто голову не помыла. Короче говоря, решил вернуть бывшую. При поддержке группы Vine Video. Сегодня шел восьмой день моей одинокой жизни. Но я так и не понимал, почему мы расстались. Что с того, что я назвал ее тупой? Но она же объективно не умная. Умная бы не обиделась. Да и внешне она не супермодель. Вот этого говорить, пожалуй, точно не стоило. Но на восьмой день мне стало как-то скучно. Есть хочется и в доме грязно. Походу, нужно возвращать Ксению. Загуглил, как вернуть девушку. На глаза попадались в основном слова поддержки. Молодец, что бросил и так далее. Но я не такой. Я как минимум хотел кушать. Придумаю что-то сам. Ну, первым делом нужно написать ей сообщение. Напишу сначала просто привет. Не. Первым делом извини. Хотя чего мне извиняться? Я вообще пострадавший. Придумал. Напишу что-то непонятное. Если что, скажу, что это не ей. Гениально. Зашел в ВК. Твою мать. План провален. Я в черном списке. Неужели придется скатываться до надписей под окнами? Хотя как-то я уже писал. Пожалуй, отложим эту идею. Посмотрел романтических фильмов. Там герои приходили с цветами, легонько бросали что-то в окно. Дама выходит на балкон и дальше уже все хорошо. Купил цветов. Решил добить ее и купил киндер. Девушки любят милые подарки. Мне было очень интересно, какая игрушка попадется. А вдруг коллекционная? Короче, обойдется она и без подарка. Зато узнал, что игрушка попалась обычная. Пришел под ее окна. Так. Теперь нужно бросить чем-то и привлечь ее внимание. Восьмой этаж это как-то высоко. Но нужно попытаться. Добросил только до пятого. Выглянула какая-то бабуля. Попытался пояснить бабуле, что ошибся. Бабка сказала, что вызывает полицию. Ага. И что она скажет? Что к ней пришел кавалер с цветами и стучит в окна? Начал просто громко орать имя Ксюша. Зато теперь знаю, что это не совсем редкое имя и в этом доме их девять человек. Но все-таки результат был достигнут. Меня набрала нужная Ксюша. И сказала зайти. Но только на пять минут. Отлично. Собрался с силами. Приготовил речь. Она внимательно меня слушала. В конце добавил комплимент, что когда она злая, то еще красивее. Это я тоже в фильмах видел. Вот тут-то она и поплыла. Взяла цветы. Сказала, что вернется ко мне, но только если я завяжу ступыми шутками. И никогда не буду шутить про ее внешность. Я пообещал, что не буду. Мы обнялись. Я был счастлив. Она накормила меня фирменным борщом. Все было чудесно. Но потом она спросила, как мне ее новая прическа. Но я не мог пропустить такого шанса. Решил шуткануть. Сказал, что не заметил. Думал, это она просто голову давно не мыла. После этого борщ палился уже на мою голову. Походу, теперь Ксению мне точно не вернуть. Продолжение следует.